Всем привет дорогие друзья и любимые подписчики, с вами Сноу Гидеон и мы продолжаем проходить чудесную игру Shenmue в рубрике лучшие игры и это 12 часть моего прохождения. Ну что же, в последней части мы попытались пробраться в район старых складов, но нам сказали, что нам нельзя туда пройти, эта зона закрыта и Рью решил прийти сюда вечером. Мы подождали немножечко, скоро наступит вечер, а для начала давайте прогуляемся и поговорим с обитателями этого района. Ха? Что это? Я хотел бы спросить вам о старых городах. Я в charge за информацию о транспортах, поэтому я не знаю много о старых городах. Есть ли один ченсон в старых городах? Может быть, может быть не. Все я могу сказать, что у него не есть западщик. Он не западщик? У него есть западщик? Я слышал от моего сотрудника, что он либо китайский или корейский. Это может быть Ченсон? Ну, я не знаю о том. Понятно, спасибо. Один из охранников дает нам весьма интересную информацию о том, что все-таки владельцем района старых складов является не японец. Китайцы или кореецы неизвестно, но не японец, что, ха, собственно, в Японии весьма даже необычное, я бы так сказал. Давайте прогуляемся по оставшемуся району складов, где мы еще не были в предыдущей части. Это район, ну, большой, район большого скопления складов вплоть до 14-го, с 12-го по 17-й и так далее. Посмотрим, что здесь, что здесь интересного, оглядимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... you know... курок fillers... можно было поймать, даже за стúpер, но ты не мог бы узнать если перебternасeder датятят к поту? Кофе Сто иен для нас немного, а для него достаточно Я думаю, что я возьму это к ним Здесь Это так тепло Хе-хе-хе Очень обозначенный молодец Мистер, где ты живешь? В этом садике Длинный бутылок Три лет, я думаю В реально Ну, осознай себя Он совсем один Жалко его Давайте посмотрим, что Рио отметил Подружился с бездомным, живущим в порту Ну что же, скоро у нас уже наступит Вечер И Сейчас я уже, думаю Пора нам отправляться К Району Старых Складов Чтобы попытаться все-таки проникнуть в него Надеюсь, нам это удастся И найти Найти этот загадочный Склад номер 8 Смотрите, какой Какая чудесная смена дня и ночи Насколько Здесь Темно Все-таки Действительно темно По-настоящему По-настоящему темно И В порту наступает вечер Ну что же, это наш шанс Наш шанс Пробраться В район Старых Складов Мы возвращаемся на предыдущее место И видим, что охранник ушел в домик Отдохнуть Ха! Это наш шанс Как я уже и говорил Вперед! Ха! Ха! Это было близко Хорошо, сейчас моя шанс Еле успеваем мы схватить фонарик Чуть было нас не засекли Ха? Есть какие-то написания Проверка номер 6 Нет, не здесь Проверка номер 6 Секретные Секретные Я не могу позволить их меня Сколько же тут охраны? Нам нужно аккуратно подождать их И пробраться Пробраться мимо них Подождать пока они уйдут Надеюсь он не дойдет сюда Да Да Он остановился И идет в другую сторону Это наш шанс Отправляемся Отправимся за ним Он нас не слышит Ха-ха Это... это наш шанс Наш шанс пройти вперед Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Кто ты? Убей Скорей 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 Бежать Бежать Может быть мы убежим Может быть нам удастся убежать Или нет Или нас схватит Эй Убей Скорей 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 Эй Убей Нет 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 Фух. Фух. Мы сбежали? О нет, он за нами идет. Это же восьмой номер! Это же склад номер восемь! Ах, как бы нам скрыться-то? Как же нам скрыться? Еще один охранник. О нет, он за нами идет. Он потерял нас! Отлично! Это наш шанс! Это наш шанс! Нет! Нас опять заметили! Ух ты, елки-палки! Вот это... Нет! И нас все-таки схватили. Ммм... Какая досада, дамы и господа! Долго же мы побегали от него! Эй! Иди к кому-то другого! Это не хорошо. Я попробую снова завтра. Ну ничего страшного, мы просто придем сюда в другой день. Нам не придется ждать. Рио сам дождался нужного времени. И мы опять в засаде. Но теперь мы уже знаем, где склад номер восемь. Благодаря нашим... Нашим побегушкам нашему... Так. Мы должны пробежать. Отлично! Он нас не заметил. Теперь... Тот, что вдали, для нас является угрозой. Не иди сюда, не иди. Отлично! Отлично! Он повернул. Давайте двигаться за ним. Нам нужно налево и потом направо сразу. О-оу! Куда он повернет? Бежим! Бежим, 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 бежим! Ты, там! Что ты делаешь? Нет! Нас опять схватили. Ну что же это такое, а? Ладно. Попробуем еще раз. Ты, возникает проблемы снова. Кстати говоря, с помощью этого метода мы можем все время попадаться... Попадаться на глаза охранникам. И у нас будут идти дни. С помощью этого метода можно достичь очень плохой концовки. Это когда просто Рио будет ничего... Ничего делать не будет. И просто... Я не помню, до конца года что ли? Или как-то так? Пробежим вперед, еще раз по нашей старой схеме. Подождем, пока охранник свернет налево. И дождемся, пока он отправится к восьмому складу. Надеюсь, он нас не заметит. Хух, я сейчас затаил дыхание. Нас чуть не заметил. Охранник, который прошел сзади. Но здесь еще один охранник. Надеюсь, он нас не увидит. Не иди сюда. Хух. Да что ж такое? Нас опять поймали. Эх, досадно, досадно. Не сиди здесь. Это не хорошо. Я попробую снова tomorrow. Что же, третья попытка будет удачной? Очень на это надеюсь. Сегодня уже у нас снег идет. И, кстати, заметьте, что у нас даже есть завалы снега. Они образовались. И это очень, очень, очень классно. Это очень атмосферно. Не просто так идет снег, а каждая территория, каждая территория наша, она приобретает именно заснеженный вид. Просто гениально, конечно. Гениальные разработчики, гениальная игра. Так, я встану здесь. Надеюсь, он нас не увидит. Да как же так? Ну что же это такое? Эх. Опять нас поймали. Досадно. Досадно. Значит, туда идти нет смысла. Давайте тогда попробуем пройти по другой стороне. Справа. Если, конечно, у нас получится. У нас же 12 декабря 86-го года. Эй. Ты там. Я видел тебя вчера. Ты стоял вокруг этого старого домашнего здравоохранения. Ты такой человек, с прошлого дня. Ты не разговариваешься. Не обманывайся. Не обманывайся. В этом же время. Ведите вот здесь. Ведите минуту. Покупай, я не хочу ничего от тебя. Я просто старый домик. Вот здесь есть карта из старого дома. Я получил это от знакомства, который живет здесь. А карта? Для меня? Ну что ж, дамы и господа, как вы видите, нам помог бездомный. И теперь у нас есть карта. Давайте посмотрим на карту. Сейчас, секундочку, мы... Так, секундочку, почему я не могу зайти в меню? Видимо, здесь нельзя зайти в меню. Зачем же мне тогда карту дали? Весьма странно. Да, я обескуражен немного. Почему мы не можем использовать карту? Заглянем за уголочек, я пройду. Ага. Охранник прошел здесь, и я надеюсь, нас он не увидит. Я пробегу в дальнюю часть. Здесь никого нету. Так, хорошо. Здесь я спрячусь ненадолго. Итак, здесь седьмой склад. Охранник идет сюда. Я спрячусь уже здесь где-нибудь. В углу я не знаю, надеюсь, он не дойдет до конца. Только бы не дошел до конца. Нет, он идет прямо сюда. Какая досада, сейчас нас опять поймают. Нет? Фух! Ооо, как нам повезло, слушайте. Давай, уходи, уходи, уходи. Уходи. Очень жалко, я не могу зайти в меню, понимаете? То есть, как бы я... Как я карту-то узнаю? Если я даже не могу зайти в меню. Итак, он ушел отсюда, это наш шанс пройти направо. И мы нашли склад номер 8. Давайте скорее зайдем внутрь, пока нас не заметили. Наконец-то мы попали в склад номер 8. Посмотрим. Проникнул на склад. Давайте посмотрим карту эту самую, которую нам дал бездомный. Да, вот такая карта. Итак, вот здесь вот у нас вход. Ну да. Ха. Забавно. Смотрите, склад номер 8. Самый-самый далекий. Да, задачка нас была не из легких, но мы справились и дошли до этого склада. Тем более, с таким небольшим количеством промахов наших, мы увидели дополнительную кат-сцену. Я ее раньше никогда не видел. Какие-то китайские вазы у нас здесь. Давайте поднимемся наверх. Посмотрим, что здесь за офисы. Кто здесь вообще находится и что мы можем узнать. Так, мы обошли кругом, но ничего полезного пока не увидели. Давайте осмотрим коробки, наверное. Ваза. Кто здесь? Какая страна⇒ Мастер Ченн. Мастер Ченн? Продолжение следует... 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 Я сказал ей о том, что ты делаешь. Я сказал ей о том, что я знаю. Ты что? Я просто не могу помочь. И Ирина-сану нужно знать. Фук-сан. Я очень извиняюсь. Все в порядке. Фук-сан, ты знаешь что-то о феникс-мире? Феникс-мире? Мой отец могла бы это. Фук-сан не слышал. Нет, я никогда не слышал его говорить о мирове. Высоке. Ирина-сан может знать что-то о том, как это. Хорошо, давайте спросим ее. А, Ирина-сан. Фук-сан говорит очень громко, да? Женщина. Я просто слышал о том, что вы говорили. Мы говорили? Да, я извиняюсь. Мне было что-то рост он икручить. Ирина-сану. О, не так. Нет, это не было. Но кто бы сказал Иwaо-Hazuki, чтобы остаться в проблеме? Я не знаю, но... Я чувствую, что я покинул его отец. Я... извиняюсь, что мне очень сильно беспокоится. Сио-сан, я не знаю, если это будет помогать или нет, но есть одна вещь, что я вспомню. Это было не так давно, когда Азуки-сен-сей went to an antique shop to have something stored for him. Мой папа did что? Я не знаю, что это было, но он сказал, что это очень важно. Азуки-сен-сей Енисан сказала нам очень интересную и важную вещь. Нам нужно, судя по ее словам, посетить артикварную лавку, потому что наш отец что-то, что-то там оставил. Может быть, это даже зеркало? Посмотрим, узнаем. Ну что же, дорогие друзья, вот на этом я заканчиваю прохождение моей двенадцатой части по игре Shenmue. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидон. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok